Добрый вечер. Информационная программа «Наши новости» начинает свою работу в эфире в студии Елены Тарасовой. И Василий Морозов. Смотрите сегодня в выпуске. Кандидатский минимум. Стало известно, кто в Алтайском крае будет бороться за места в Государственной Думе. Бизнес на гуманизме. Для каких предпринимателей прибыль стоит далеко не на первом месте? Поворачивай к черту. Зачем рок-музыкант Гарик Сукачев хочет объехать Алтай на мотоцикле и с камерой? Директор лагеря Академия Робинзонов, где с Тарзанки в Катунь сорвался 13-летний подросток, заключен под домашний арест. Поиски мальчика продолжаются пятые сутки. Напомним, 23 июня дети без присмотра взрослых. После купания в походной бане качались на самодельной Тарзанке. Один подросток сорвался и упал в Катунь. Его унесло вниз по течению. Известно, что мальчик приехал в лагерь по путевке от организации Кемеровской области. Интересно, что директор Академии Робинзонов зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя тоже в Кемеровской области. Организацией детского отдыха он занимался более 20 лет. Профиль лагеря, туризм и экстремальные виды спорта. Дети жили в палатке. Следствие установило, что бытовые условия не отвечали требованиям безопасности. Следствием выявлены многочисленные нарушения в организации детского отдыха. В том числе отсутствие необходимых документов у работников в лагере. Использование водных объектов при купании несовершеннолетних в отсутствии должного контроля и без наличия санитарно-эпидемиологических заключений. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питанию. После трагедии все дети, которые отдыхали в лагере, отправлены домой. Обвинение директору пока не предъявлено. Следствие продолжается. В свою очередь специалисты Роспотребнадзора намерены в судебном порядке добиваться закрытия Академии Робинзонов. Три из четырех парламентских партий России на своих съездах определились, какие кандидаты пойдут на выборы в Государственную Думу от Алтайского края. Все, кроме ЛДПР, уже назвали именно тех, кто в ближайшие два с половиной месяца поборется за места на одномандатных округах, а также по партийным спискам. По новой нарезке в Алтайском крае четыре одномандатных округа – Барнаульский, Бийский, Рубцовский и Славгородский. Победитель голосования в каждой из этих территорий и получит место в Государственной Думе. Самая ожесточенная борьба ожидается в Славгороде. От «Единой России» за округ будет биться один из самых узнаваемых политиков края – Иван Лор. Противостоять ему намерен справедливорос Александр Терентьев, которого можно смело назвать политическим тяжеловесом, ведь он уже дважды избирался в парламент от нашего региона. Коммунисты выставляют Петра Панарина. За голоса барнаульцев будут сражаться вице-губернатор Данил Бессарабов, представляющий партию большинства, амбициозный депутат АКЗС Александр Молотов из «Справедливой России» и лидер коммунистов города Андрей Сартаков. В Бийском округе единственным серым кардиналом можно считать Нину Астанину из КПРФ, которая хоть и родилась на Алтае, но много лет живет в Москве. От справедливоросов здесь идет депутат местной думы Марина Осипова. Конкурировать им придется с действующим парламентарием Александром Прокопьевым. В Рубцовском округе единороссы делают ставку на крупного бизнесмена Виктора Зобнева. СССР готовы дать ему бой силами координатора местного отделения Владислава Вакаева. Коммунистов представит Сергей Юрченко, который еще совсем недавно заявлял, что вовсе не собирается идти на выборы. Съезд 4-й парламентской партии ЛДПР проходит в Москве сегодня. Можно предположить, что в ближайшие дни мы узнаем полную расстановку основных политических сил на карте нашего региона. А более подробно о начавшейся гонке смотрите в программе «Наше время» сразу после новостей. А пока к другим темам. По итогам государственной аккредитации Алтайский технический университет лишился 14 образовательных программ. Среди них социальная работа, сервисы туризм, реклама, экономика и управление в магистратуре и аспирантуре. Это означает, что более 200 выпускников останутся без дипломов. Исполняющий обязанность директора ВУЗа Андрей Максименко сегодня рассказал на пресс-конференции, что потеряли программы «Головной центр» в Барнауле, а также «Бийский филиал». Без потери эту аккредитацию прошел филиал в Рубцовске. Сейчас руководство университета пытается устроить студентов закрытых специальностей в другие ВУЗы. Заявлено, что они будут учиться на тех же условиях и, возможно, у тех же преподавателей. Переговоры с руководством классического педагогического и аграрного ВУЗов Политех проведет в ближайшие дни. Но переводить будут только выпускников. Для остальных студентов обещают открыть новые специальности, максимально приближенные к прежним. Если ВУЗ ведет бакалавриат по экономике по 38-й, то создание достаточно большого количества профилей, очень близких профилей к замещению того, что закрыто, абсолютно возможно. О чем идет речь? Например, в сервисе туризма. Так вот, если открыт 38-я группа, то мы вправе создать профиль, например, менеджера туристической сферы. Через полгоры технический ВУЗ сможет подать документы на повторную аккредитацию, чтобы вернуть потерянные направления. К тому времени, сообщил Максименко, в Политехе проведут масштабную работу над ошибками. Сегодня отмечается Всемирный день социального бизнеса. Впервые этот праздник появился в календаре всего три года назад. Единого определения, что именно следует считать частным социальным предприятием, нет до сих пор. Более того, зачастую и бизнес это не получается. Ведь в социалке нет высоких прибылей. Но число предпринимателей, желающих работать в этой сфере, тем не менее растет. Почему, выясняла Ольга Калачева. Свой реабилитационный центр Татьяна Казанцева открыла три года назад. Говорит, заставила. Болезнь сына. Мальчик родился недоношенным. И практически сразу врачи обнаружили у него ДЦП. На тот момент в городе не было клиник подобных. Чтобы оказывать такое лечение, мы ездили в другие города. Но от своей семьи не очень хочется уезжать надолго. Сегодня в день центр Татьяны посещают до 30 ребятишек. Полина Астахова одна из них. У нее ДЦП. Сейчас девочка обслуживает себя сама. Ходит в школу. А ведь когда она родилась, прогнозы врачей были неутешительными. Просто на родильном столе подошли и сказали, речь о жизни вашей дочки вообще не идет. Вы, может быть, откажетесь. Она не то, что никогда не пойдет у вас. Она у вас никогда не сядет. Это растение всю жизнь будет лежать. Елена Астахова считает, ей помогли врачи и вот такие социальные предприниматели, как Татьяна Казанцева. Говорит, это особая категория людей, которая работает не только ради прибыли. У нас практически с центральными округами стоимость аренды такая же. А стоимость на услуги мы не можем установить на их уровне. У нас она гораздо ниже. Родители довольно-таки малоплатежеспособны, потому что все-таки это социально незащищенная группа населения. Сколько жителей края занимается социальным бизнесом, неизвестно. Директор Алтайского центра инноваций социальной сферы Оксана Козырева говорит, их клиентами являются не больше ста человек. В основном это жители городов. Они помогают в социальной реабилитации инвалидов, открывают частные дома престарелых и детские сады, одним словом решают социальные проблемы, до которых у государства часто руки не доходят. С этого года у нас прямая финансовая поддержка, это наш учредитель, главное управление экономики и инвестиций, будет выдавать субсидии социальным предпринимателям. Общий размер субсидий 5 миллионов рублей. Претендовать на эту субсидию может каждый социальный предприниматель. Конкурс начнется в августе. Татьяна Казанцева тоже намерена принять участие. Очень надеется на победу. Но если проиграет, не расстроится. Свой главный приз жизни, говорит, уже выиграла. Ее сынишка начал ходить в общеобразовательный детский сад. Ольга Калачева, Алексей Фризин. Наши новости. Рубцовский железнодорожный вокзал стал настоящей полосой препятствий для людей с ограниченными возможностями. Накануне это показала проверка транспортной прокуратуры. Ее сотрудники выявили многочисленные нарушения. Например, установлено, что вокзал не приспособлен для маломобильных групп населения. Здесь отсутствует звуковой информатор, нет текстафонов для пассажиров с нарушением слуха и тактильной направляющей полосы. Кассы не оборудованы специальными пиктограммами и табличками для слабовидящих. И это лишь малая часть того, чем должен быть оборудован ЖД вокзал. Инвалиды, в частности слабовидящие, подтверждают, что им крайне сложно ориентироваться, находясь на Рубцовском вокзале. Бывают затруднения при покупке билета, мы очередь потерять можем. Ну, во-первых, не туда свернул, там, запнул сообщение, упал откуда-нибудь. По результатам проверки прокуратуры в адрес начальника региональной дирекции железнодорожных вокзалов было внесено представление, по итогам рассмотрения которого ООО «РЖД» запланировано оборудование вокзалов необходимыми средствами обеспечения доступности среды для мобильных групп населения. От дворовых видов спорта до цирковых выступлений. Накануне в краевой столице прошел фестиваль здорового образа жизни. София Кондратьева побывала на празднике и готова рассказать, как барнаульцев приобщали к спорту. Аплодируем! Вот так под громкие овации прошел в Барнауле фестиваль здорового образа жизни. Его уже в четвертый раз устроила газета «Аргументы и факты» на Алтае совместно с администрацией железнодорожного района города Барнаула. Здесь на одной площадке собрались самые творческие экстремалы и самые экстремальные творческие коллективы города. Радует то, что к нам присоединяется все большее количество партнерских организаций, спортивных секций, клубов по интересам, то, что мы сегодня уже видим. И мы надеемся, что количество участников нашего фестиваля будет расти год за годом. Удивляли зрителей отнюдь не олимпийскими видами спорта, а совсем не классическими новинками. Например, воркаут, который называют фитнесом городских улиц. Еще один вид спорта – велотриал. Его главная цель – преодолеть препятствия. И не важно, объедете вы его, перепрыгнете или перелетите. Начать спортивную карьеру никогда не поздно, уверены мастера китайских боевых искусств. Я считаю, что очень полезно для местных ребятишек и просто для молодежи поглядеть, посмотреть. Кто-то заинтересуется велосипедом, кто-то заинтересуется восточными танцами, кто-то, может быть, нашим искусством. И, может быть, подумает, а что я-то не приобщился. Может быть, самое время начать путь в спортивную жизнь. Чтобы быть в тренде здорового образа жизни, всем желающим предложили избавиться от вредных привычек. Правда, символически. Написать свои слабости на листе и выбросить в урну. С торжественным обещанием никогда не поддаваться на пагубные для здоровья соблазны. А в конце мы это все сожжем. Все, сгорит твоя лень. София Кондратьева, Николай Шелко. Наши новости. День молодежи. Видишь, когда такой праздник. Вдобавок, лишняя практика. А она, как известно, еще никому не мешала. Турнир хоть и символический, зато призы ценные. Поддержал молодых и активных Барнаурский пивоваренный завод. Для предприятия такие акции стали уже неотъемлемой частью социальной политики. Это направление компания активно поддерживает и намерена продолжать и дальше. У нас есть целая стратегия поддержки спортивных инициатив и массово-культурных инициатив. Конъективов культуры и искусства. Мы активно сотрудничаем со спорткомитетом города Барнаула, Алтайского края. Отдельная площадка состязания по автозвуку. А сколько авто дает децибелов, измеряли судьи. Кто громче и мощнее, добро пожаловать в чемпионы. Порой стоимость самой музыкальной начинки оказывалась дороже самой машины. Считаю, что нужно поддерживать спортивные и иные инициативы нашей молодежи, студентов, школьников, что, собственно, мы и делаем. Илья Кочетков, Кирилл Политов, Алексей Фризин. Наши новости. Знаменитый рокер Гарик Сукачев в эти дни гостит в нашем регионе. Музыкант снимает документальный фильм «Алтайская песня» о жизни вдоль Чуйского тракта, одной из самых красивых дорог мира. Рассказчик проедет через весь степной и горный Алтай на мотоцикле, а там, где двухколесный не пройдет, пересядет на коня или вовсе трактор. Ну, потому что Алтай, вот, ну, для нас, да, вот, для, ну, для меня, да, московского человека, ну, все равно это такое какое-то волшебное слово, мне кажется, для многих русских людей. Ну, для тех, кто живет в России. Мы его знаем с раннего детства. Оно манит. Режиссер будущей ленты возьмет старт в Бийске, а финиширует в районе монгольской границы. Планируется множество остановок. Помимо известных точек, съемочная группа заедет и в непопулярные у туристов места. Из особых предпочтений Сукачева встретить настоящего алтайского шамана. Фильм начнут снимать в начале сентября. Премьеру, как обещает музыкант, стоит ждать не раньше Нового года. Как сделать дом теплым и при этом разнообразить интерьер, знают в компании «Фогель». Производство окон они давно превратили в выпуск не только качественных, но и оригинальных товаров. «Окна что надо» с таким лозунгом компания «Фогель» вступила в год своего 20-летия. В преддверии юбилея даже офис стал наряднее, функциональнее и ярче. Неизменным осталось стремление сотрудников «Фогеля» выпускать продукцию, отвечающую мировым стандартам качества. В этом помогает и многоуровневый контроль. У нас кроме входного и выходного контроля на производстве существует пооперационный контроль. Это означает, что заготовка каждого будущего окна тщательно изучается. То есть наши клиенты будут уверены в том, что качество продукции высочайшего уровня. «Фогель» предлагает своим клиентам широкий ассортимент продукции. Окна, входные и межкомнатные двери, перегородки, витражи. В том числе нестандартных форм, размеров и даже цветов. Новшеством фирмы «Фогель» стал запуск линий по ламинации ПВХ-профиля, который имитирует структуру дерева различных пород. «Фогель» — это одна из ведущих фирм Алтайского края с мощным производственным комплексом с высокотехнологичным оборудованием. Сотрудники фирмы ежегодно проходят перетестацию и изучают инновационные методы работы. Комплексный подход к производству и индивидуальная работа с каждым клиентом позволяет компании «Фогель» с гордостью продавать свой продукт. А на этом наш выпуск завершен. Телефон редакции в Барнауле 722-440. Хорошего вечера. До встречи в эфире.